Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. Сильный ливень, ветер и град обрушились на Чедерлунгу в ночь на 6 октября. В Камрате в региональной галерее открылась персональная выставка художницы Натальи Ворниковой. Уроженка села Итулия Анна Забун всегда любила петь. С самого детства в ее семье звучали песни на разных языках. Субтитры создавал DimaTorzok при изготовлении шаблона избирательного бюллетеня, его распечатке, а также ликвидации шаблона. Сегодня состоялось заседание суда по делу Башкана Гагаузии Евгении Гуцул. После заседания она отметила следующее. Невиновность наша, она очевидна. Действительно, здравомыслящий, компетентный судья не вынесет никакого обвинительного приговора, потому что нет никакого уголовного будущего дела. Мы не виновны. Мы просто сидим на дайке с вами предсудимых, потому что я в качестве моего статуса Башкана Гагаузии, а Светлана Капан, она просто, ее ко мне, так скажем, да, за компанию просто, она очутилась здесь. Я уверена, что судья примет правильное законное решение, потому что еще капелька доверия и надежда на то, что действительно у нас остались в порядочной суде, и надежда на то, что действительно данная судья примет правильное решение и нас оправдает. Конечно, следующее судебное заседание у нас будет в эту первую очередь. Очень жаль, что есть некоторые деятели других партий, организационных партий, которые также обвиняются в незаконном финансировании партий, но мы почему-то за год ни разу не услышали, что у них не судебное заседание. А я в качестве Башкана как минимум два раза в неделю нахожусь в этом здании. У меня просто действительно эмоции. Три часа провести в таком помещении и без вины, это всегда очень стрессовая ситуация. И, конечно же, я и переживаю. Переживаю больше всего за то, что переживает моя семья. Потому что каждый раз это стресс, это переживание. Поваленные деревья, смытые дороги, сорванные электропровода – такими оказались последствия непогоды в Чадерлунге. Сильный ливень, ветер и град обрушились на Чадерлунгу в ночь на 6 октября. Об ущербе и о возможностях ликвидировать последствия непогоды – в нашем материале. Утром после стихии мужчины, жители пострадавшего дома, стали своими силами восстанавливать крышу. Я живу на первом, но приходится делать второе. Здесь никого нет, никто не живёт. Чтобы к нам не просочилось, пришлось делать своими силами. Хотя при море я была здесь, сегодня снимали что-то. Сказали, что помогут, не знаю. Ветром с крыш снесло шифер. Вода проникла в комнаты. Так о непогоде рассказывает жительница микрорайона совхоз Василиса. Утром 6 октября её семья приняла меры по восстановлению кровли, чтобы не допустить повторения ситуации. Снесло крышу, шифер, затопило комнаты. Обе комнаты, потолки мокрые, влага ужасная. Вчера поехали, купили шифер, заелали, всё. Сейчас хотим пойти при Марию, чтобы хотя бы как-то подсобили. На восстановление крыши семья Василисы потратила 4000 леев. Предстоят ещё внутренние работы. В такой же ситуации семья Марии Русевой. Течёт в комнатах, везде тазики, везде всё. И сегодня дочка была, написала заявление. Были люди здесь. Сказали, что пару листов шифера как бы дадут. А что эти пару листов, эти шиферы? Там у меня полкрыши нету. А что пол есть, я думаю, что они тоже уже как бы не целые. Вадим Ватаф живёт в Камрате. После стихии приехал проверить состояние квартиры мамы, которая в данный момент в отъезде. Мужчина говорит, что обратился за помощью к местным органам власти. Но утвердительного ответа пока не получил. Посмотрите, вот вы видите, вот человек даже на своей крыше сам собственными руками делает, потому что у него есть возможность. Не у всех есть возможность. То есть многие люди, которые здесь живут, многие люди на пенсии находятся. Даже вот моя мама на пенсии находится, женщина как бы. Пострадали крыши ряда домов по улицам Мира, Буджакская и Проездная. Всего по городу по подсчётам комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Чедерлунга ветер снёс 350 листов шифера. Затопило жилой дом и жилые помещения по улице Сыртмача. Повалены десятки деревьев, что привело к обрыву проводов уличного освещения. Пострадала инфраструктура парков. Смыт щебень с десятков местных дорог. Сумма ущерба около 700 тысяч леев, сказал примар Чедерлунги Анатолий Топал. В течение суток мы посчитаем предварительный ущерб, который нанесён. Но я уже цифры могу сказать. Допустим, АПТРМа 270 тысяч. Если мы говорим про 350 листов шифера, только сам шифер стоит порядка 60 тысяч леев. Это без установки. А поднять шифер для того, чтобы покрыть кровлю, это будет не 60, это уже будет, наверное, все 150 тысяч. Я думаю, что 1600-1700 ущерб соберётся. Я про дороги молчу, потому что дороги – это всегда проблема есть. Соответственно, сегодня резервный фонд примарий составляет 30 тысяч лей. Сегодня 20 тысяч лей решением Совета на очередной занятий было выделено. На заседании Совета муниципия были обсуждены последствия сильного ливня и ветра. Советники приняли решение обратиться к региональным и центральным властям по вопросу выделения финансовой помощи в связи с нанесённым непогодой, ущербом домовладением и городской инфраструктуре. Наталья Железова, Валентина Чубан, Сергей Георгиев, Мария Казаку. ГРТ Новости. В Камрате в региональной галерее открылась персональная выставка художницы Натальи Ворниковой. На экспозиции представлена коллекция из 34 работ художницы, созданных за 16 лет её творческой деятельности. Художественные работы Натальи Ворниковой отражают её стиль, идеи и видение мира. Каждая работа – результат её воображения. На экспозиции представлены две новые картины художницы. Кроме живописи есть батик и графические работы. Есть работы не только светлые, добрые и счастливые, которые демонстрируют положительные эмоции. Есть работы, которые заставляют думать, погружаются, погрузиться в меланхоличное такое состояние. Где-то даже может быть тоскливое состояние, может быть не всегда всё складывается положительно у человека. Бывают дни или даже периоды, когда хочется просто поразмышлять или окунуться в самого себя и посмотреть на себя, то есть в глубину самого себя. Кто же я такой, кем я являюсь. Основное направление творчества Натальи – это стилизованная живопись маслом. В своих работах Наталья Ворникова активно использует яркие контрастные цвета и сложные текстуры, что придаёт её работам глубину и эмоциональную насыщенность, отмечает начальник управления культуры ГАГАУЗИ Марина Семёнова. Вы занимаетесь не только тем, что вам по душе, но вы вносите неоценимый вклад в развитие культуры нашей автономии. Вы являетесь прекрасным педагогом, чутким педагогом, который прививает любовь к прекрасному, любовь к своему народу, любовь к своей малой родине, к подрастающему поколению. Специалист отдела образования культуры, молодёжи и спорта администрации Чадарлунского района Людмила Голослы отметила, что в экспозиции чувствуется национальный колорит. Я не первый раз вижу картины Натальи Гёргевны, но тут есть уже и новые работы. Я вижу, что есть работы в национальном стиле, появились новые работы. Выставка очень впечатляет. Выставка включает более 30 работ, среди которых представлены как большие полотна, так и небольшие экспозиции. Каждая из них отражает внутренние переживания автора и её размышления о мире, о связи человека с природой и обществом. Коллеги-художники и друзья поздравили Наталью с открытием выставки, подчёркивая её значимый вклад в искусство. У неё свой стиль уже выработался, свой стиль, и просто нельзя её спутать ни с каким другим художником. В основном работы выставлены с 19 по 24 год, то есть за 5 лет в основном. Настолько интересный человек, она человек, в котором очень много энергии. Она успевает всё – писать картины, моделировать куклы, воспитывать своих детей, быть директором художественной школы в Чудар-Лонге. Просто удивительно. Её творчество тоже настолько светлое, непредсказуемое иной раз. В её работах очень хорошо видна вообще любовь к жизни, романтика, переживания, эмоции. И это её черта. Она как художник, женщина, очень хорошо передаёт эти чувства. И с радостью посещаю её выставки и слежу за её творчеством. У неё картины очень светлые, чистые. Это видно, что человек живёт творчеством своим, живёт в мире согласия в семье своей. И от этого, наверное, такие красивые, приятные картины и творческие. Свои творческие работы Наталья представляет не только на экспозициях, но и в печатных изданиях. Наталья Ворникова является иллюстратором детских книг на гагулском языке. Мы с Натальей Ворниковой работали вместе в одном проекте, одну книгу выпускали. Я автор текста, она автор иллюстрации. Она рисует очень талантливо, очень специфически, очень необычный взгляд у неё на мир, на любую картину. Кроме живописи на экспозиции, Наталья представила 11 авторских кукол ручной работы. Мы привели к тому, что обычно кукла – это красивая барышня, принцесса, в нарядном платье. Но окружают нас люди совершенно обычные, которые умеют печалиться, умеют радоваться. Поэтому мне захотелось в своих образах своих кукол передать именно человеческие эмоции, очеловечить их, чтобы они не были идеальными, потому что идеальных людей не бывает. Каждое произведение персональной выставки является отражением многолетнего творческого пути Натальи, наполненного фантазией и мастерством. Светлана Димитрогла, Александр Глеков, Алексей Герчу, Новости ГРТ. Уроженка села Этулия Анна Забун всегда любила петь. С самого детства в её семье звучали песни на разных языках. И сегодня, будучи уже матерью и бабушкой, она продолжает радовать окружающих своим пением. Героиня сюжета, жительница села Этулия Анни Забун, посчастливилась родиться в семье, где все любили петь. И делали это с удовольствием. Нередко они вечерами или на праздники собирались вместе и пели любимые песни. Анна вспоминает. Мы с сёстрами часто песни пели. Моя мама пела, отец на гармошке играл. Собирались вместе вечерами, отец нам аккомпанировал, часто пели тремя голосами, и мама вместе с нами. Моей маме 83 года, она и сегодня песни поёт, старинные песни поёт. Мы их переняли и сегодня поём. В школьные годы любовь к музыке и исполнительству девочки заметили и учителя. Их поддержка и вера в талант давали силы Анне развиваться дальше. Своих преподавателей она вспоминает до сих пор. Повсюду меня водили на конкурсы разные, участвовала, себя развивала. Тогдашние учителя, Василий Петрович, Анна Трифоновна, меня развивали и поддерживали. Василий Петрович нам проводил пение и математику. Иногда на уроке математики снимал аккордеон и говорил, давай, Анечка, споём. Мы с ним и на молдавском пели красиво. Как делится Анна Михайловна, Петей нравилось всегда. Чаще это были песни других авторов на различных языках. Автором своего первого текста к песне Анна Забун стала после ухода из жизни отца. Грустные мысли и невысказанные слова подтолкнули. ПЕСНЯ После выхода в свет первой песни не заставила себя ждать и вторая. Посвящалась она матери-исполнительнице. С этой песней в своём репертуаре Анна выступает до сих пор на различных мероприятиях. ПЕСНЯ В течение жизни, работая в различных сферах, Анна Михайловна оставалась верной своему любимому делу. Песня всегда была её другом и поддержкой в жизненных ситуациях. Свои умения старалась передать и молодому поколению. Пять лет она проработала в местном Доме культуры, где преподавала вокал и танцы. ПЕСНЯ На сегодняшний день мои ученики 12 класс заканчивают. Их учитель меня приглашает при необходимости. Я с ними занимаюсь, готовлю к конкурсам номера. ПЕСНЯ Во многом заниматься любимым делом, сочинять стихи на песни и исполнять их ей помогает крепкий тыл, её семья. Супруг поддерживает увлечение жены и помогает ей во всём. ПЕСНЯ Нахожу время для пения. Муж купил мне аппаратуру необходимую. Когда свободное время появляется, я дома занимаюсь музыкой. Её детям так же близка музыка, как и маме. У меня дочь и сын. Они оба поют для себя. Сын красиво играет на гитаре и поёт. У обоих есть слух. По сей день исполнительница развивает себя в творчестве. Пишет стихи, сотрудничая с композиторами. В итоге на свет выходят красивые песни. Сейчас готовим новую песню на песенок конкурс в Камрате. Есть Кадынджи на своей стихи. Музыку Фёдор Гайдаржи из Чадерлунги написал. Сергей Буиклы много мне помогал. Бесплатно пишет музыку. Спасибо ему за это. По словам Анны Забун, в её репертуаре около 10 песен, написанных ею самой. И огромное количество песен других авторов, которые ей довелось исполнить за долгие годы любви и дружбы к песне. На прошедших Олимпийских играх в Париже среди тяжелоатлетов из Молдовы был Мариан Робо. Он представлял страну весовой категории до 89 килограммов. Спортсмен показал невероятную стойкость и силу, преодолевая сложные испытания о том, как прошли эти Олимпийские игры и какие трудности ему пришлось преодолеть в сюжете Олега Лотко. Тяжелоатлет из Молдовы Мариан Робо поделился своими переживаниями относительно весовой гонки, которая встала перед ним перед началом Олимпийских игр. Он рассказал о том, как строгое соблюдение диеты и постоянной тренировки стали частью его повседневной жизни. Я узнал, что на Олимпийских играх я должен буду выбирать между 89 килограммами и 73 килограммами весовой категории, потому что это Олимпийские категории. Из-за этого мне пришлось добавлять к своему весу. С Олимпийских игр в Токио до Олимпийских игр в Париже прошло три года. Я достаточно быстро набрал массу, но было мало времени, чтобы правильно начать работать с этой массой. Но я доволен своим результатом. Можно лучше, но вышел приемлемый результат. Марин Робо также поделился планами после Олимпийских игр. Он рассказал о том, к чему сейчас усердно готовиться, и что намерен изменить в своей тренировочной программе для достижения более высоких результатов. На данный момент я возобновил тренировки. В декабре будет проходить чемпионат мира среди сеньоров в Бахрейне. Я готовлюсь очень усердно, чтобы взять реванш у соперников с Олимпийских игр. Но это не самое главное. Самое главное для меня – следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Сделаю все возможное, чтобы подготовиться намного лучше к ним. Марин Робо занял четвертое место весовой категории до 89 килограмм, зарегистрировав общий результат в 383 килограмма. Эти Олимпийские игры стали для него вторыми. На предыдущих в Токио он занял восьмое место. Олег Глотко, Вячеслав Кысар, Темтопал, Новости ГРТ. В завершении выпуска о погоде. Это были новости на канале ГРТ. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТ МД, в Ютуб-канале и в социальных сетях. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова